Сегодня мы, если я правильно помню, на прошлом семинаре нас вопросов не осталось, да, все закончили. Значит, на этом семинаре мы начнем обсуждать векторные частицы. Значит, векторные частицы при прописании нам нужен вектор, да, то есть частица с тыном едица. Сколько всего независимых компонентов нужно для прописания частиц со спином единица, как вы думаете? Или для массивных, видите? Три. Да, я должен сразу оговориться, что сейчас мы будем описывать массивные частицы, да. Не массивные частицы, то есть потом мы обсудим, или там, галионы, которые мы обсудим позднее. Так, сейчас мы будем обсуждать массивные векторные частицы. То есть всего три, да. Ну и, естественно, с вами хотим, чтобы было какое описание нам нужно, галактические варианты, да, описание, нам нужно ввести четырех вектор, да, у которого компонент четыре, правильно? Ну, если мы обсудим после четырех вектор, то у него четыре компонента. Поэтому нужно какое-то условие, которое бы нам хорошо, чтобы преобследовало из лагранжана, да, и давало некоторое ограничение на количество компонентов, то есть что было три. Значит, таким лагранжаном является, мы можем вести только лагранжан. Идем в такой лагранжан. И если у нас есть такой лагранжан, мы можем написать уравнение ураганжа, да, для описания. Ну, такое уравнение ураганжа, помните, да? d, 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 d. Так, да. Так, да. Значит, отсюда, если, а, ну, как это, я не написал, да, что такое f-menu. f-menu это, что такое, d-menu на f-menu минус d-menu на f-menu, да? Ну, по аналогии с тем, что, например, вы имеете, там, тензор-menu, да, для фатона. Помните? Тензор. Значит, тут имеется, имеется такой лагранжан, значит, уравнение лагранжа, да, пишем. Отсюда получаем, сколько получаем? Здесь получаем m, да, в квадрате на f-menu. Так, да. Ну, и вы помогаете мне, да? То есть, если я сказал, что после этого написать, то мы перейдем уже в решение задачи, да? А здесь сколько будет? А здесь будет d-menu. Ну, да? На что? Ну? По подскажке. Значит, c-menu здесь стоит d-menu по f-menu за звездой, да? Значит, это нужно дифференцировать первую величину. Это величину, правильно, это будет, вот это дифференцируем. Если мы дифференцируем, да, получается, сколько там? Минус, да, f-menu. Правильно, да? Ну, и два раза, да? Потому что есть два члена. Или вот этот член, или вот этот член. Согласны? Так, да? Посмотрите, я не ошибся. А, подожди, а уже их всегда подавайте подсказывать, где я ошибся. Плюс? Нет. Ну, я здесь как-то пошился, да, в уравнении, как правильно написать уравнение. Да, и у меня индексов нету, правильно, да? Вот. Поэтому я ошибся. Значит, здесь стоит d-menu, да? Когда я запишу nu, да? Давайте я здесь сказал nu, с кинем я ошибся. Тогда я ошибся. Вот теперь будет все правильно. Надо упоказать компонент, где я ошибся. Записал как для скалингового поля. Да, просто. Когда, соответственно, здесь nu, а здесь d-menu, вот это, со знаком минус, да? Понятно, да? Ну, то есть, вот, давайте снова поставим nu, тогда d-menu. А здесь стоит d-menu, вот d-menu, да? Это будет вот этот член, правильно? Вот. И тогда это будет со знаком плюс. Вот так, да? Ну, потому что стоит знак, вот здесь минус, да? И когда я дифференцирую по d-menu, это вот это, еще будет еще минус, правильно? Далее. Правильно написал. Ну, и потом еще нужно, я вот это все дифференцировал, теперь вот это, да? Туда поменять знак надо, да? Индексы, где-то меняет знак, правильно? То есть, тогда одна вторая выбирается. Ну, так вот, идет суммирование, правильно? Согласны, да? Ну, вот, значит, это уравнение, ну, или плохими словами, это будет d-menu, например, n-menu, да? Конечно, это плюс, плюс, м квадратит, 40-menu, и равняем все равно. Ну, проявляю, что я нигде, ни знак, ни накид, ни перехода. Это называется уравнение Фрактара. Значит, что же теперь оно дает? Давайте я теперь расскажу немножко более подробно. Здесь я подставлю, что будет dμ на φν, минус dm на φν, плюс m квадратиком, и μ равняется 0. Ну, просто подставим. А теперь я на это уравнение подействую dμ. Понятно? То есть имею право dμ, dμ. Имею право. Тогда вот эта величина сколько будет? 0. Видно, да? Отсюда следует, что dμ на φν равняется 0. Дмитрий дру. Следуйте. Вот. Ну, мы получили условие. Ну, то есть это условие уже следовательного дозетового брожана, на котором написано на вышке. И оно нам дает ограничение по числу компонентов. То есть условие. Потом... А если мы теперь это знаем, то теперь я с вашего... Ну, ладно. Теперь как бы давайте вернемся, что dμ вот здесь нету, да? Тогда с dμ на... dμ, да? Это 0. Правильно? Видно, да? Ну, мы отсюда получили, что dμ на φν равняется 0. Теперь я вернусь к бескодному уравнению, то есть когда dμ у меня здесь нету. Вместо здесь dμ на φν равняется 0. А здесь будет стоять dμ на dμ минус, да? На... Что там? На... На... φν... Ну, то есть в квадрате φν равняется 0. Да? То есть в сравнении клей на который. Так, да? Согласны? Ну, если я идеи еще не напутал, конечно. То есть уравнение брака нам даёт вот такую часть, уравнение длина гранта. Исходя из этого длина гранта. Ну, теперь, значит, что мы можем сказать? Мы можем сказать следующее, что у нас имеется вектор, да? Мы можем дальше его как-то выбирать, да? Микс две-три компонента, да? Потому что есть вот такое вот условие, да? Ну и, например, как мы берем... Есть какое-то некое поле амин, да? Отмикс, да? Вот. Теперь мы узнаем, как его мы должны представить, да? Оно будет представляться в виде чего? Сумма, да? Единица на поле 2х в. Да? Вот. Ну, для скалярного поля мы знаем, это будет что такое. А от К, да? Есть и ИКХ плюс АКХ, да? А есть и ИКХ. Согласны? Это если бы было просто скалярное поле, да? А так теперь в верхнем поле, да, то мы должны еще написать сумму по чему? По Е, Ню, да? Которая зависит от К, ну, от, давайте так сказать, К и от лямпы, да? Е-лямпа – это количество действий сумма, теперь еще и по лямпу, да? По лямпу и по... почему? Ну, пока, да? Согласны? Лямпы прибегают к излечению сколько теперь? Сколько у нас векторов? Три лямпы, как вы с нами говорили, да? То есть лямпа равна 1, 2, 3, да? Вот. Значит, тут... Ну, теперь, соответственно, здесь можно записать лямпу, да? Здесь можно записать лямпу. Вот теперь наше разложение векторного поля, да? Ну, а сами вектора... Ну, например, мы можем выбрать как? Например, выбрать, там, первый будет вектор 1, да? То есть это сколько? Если вы рассматриваете 7 и попой, да? То отсюда, вот отсюда, да? Из этого условия, мы получаем, что, получаем, что... Димю на камню, да? Равняется 0. Получаем. Если что-то непонятно, говорите сразу. Димю на камню. А, ну, у меня камню здесь была. А, ну, у меня камню здесь была. Я, скажу, буквы. Дополнительно мне влаги, да? Эфиме я написал мне. Так, да? Вот. Димю на камню действует. Получаем, что? Вот здесь вот получаем, да? Потому что от ка зависит, от ка зависит, от когда переключено. Правильно, да? Дифференцируем, получаем здесь камню на аминь, да? Так, да? На елю. И это должно быть 0. Значит, если мы рассматриваем систему покоя, да? То есть камню, камня и церковь, да? 0, 0, 0, да? То, соответственно, вектора мы можем выбрать. Ну, вы как-то умеете выбирать вектора? Какие это, да? Так, что там поляризация. Ну, не знаю. Какие можно выбрать, да? 0, 0, да? Беру. Е, 2. И это, да? Ну, здесь 1, да? И здесь 1. Ну, например, так, да? Ну, или как-то по-другому. Например, там, 1, b, да? В зависит от того, сколько она поляризована. Правильно, там, частица. Это вектор поляризации. Вот. Ну, и преобразование тоже понятно, да? Как нужно преобразовывать эти вектора, правильно? Преобразование ловится, да? Вы знаете. Поэтому эти вектора, они согласно преобразованиям ловятся. Вот. Значит, ну что, давайте попробуем, давайте попробуем, давайте попробуем, а, ну, еще давайте одну увеличенную походим, потом перейдем в грудь сведения. Значит, я, вот, с не такой увеличеном. Лямбда, лямбда, ну да. Сумма по лямбде. Так, чему она равна? Так, сейчас я буду вычислять задачу, там у нас в позиции такая величина, поэтому я сразу хочу это обсудить, чтобы потом не отвлекаться на вычисление величины распада. Как это было? Символ Пронекера. Символ Пронекера. Символ Пронекера. Значит, ну, эта величина равняется чему? Минус G веню, да? Слюх К веню, К веню, М в квадрате, да? Чтобы понять это, ну давайте, как это понять, да? Где-то я сказал ответ, да? А понять это тоже следующим образом. Если мы берем Тунму Полянта, да? То от чего может зависеть эта величина? Эта величина, это тензор, правильно, да? И он может зависеть только от камен. Согласны? Или не согласны? Чего-нибудь скажите? Да, нет. Да, вот видите, как здорово. Всего лишь вам от чего от вас требуется. Значит, когда я должен написать так, да? То есть это таких тензоров два, да? G веню, да? И К веню, да? Согласны? А дальше у нас есть условие, что? Что К веню равняется нулю. Тогда? Ау? Есть. Тогда если я умножаю, да? То есть я получаю 0, то есть я получаю А, да? На К веню плюс В на К веню. И эту волну подравлю нулю. Если я на К веню даже умножаю. А здесь. Ну, здесь М в квадрате сокращается, К веню остается, да? Отсюда я получаю А равняется минус В, да? Короче, 0 разно. Потому что К веню подравляется нулю. Да? Вон оттуда. А теперь я беру эту сумму, умножаю на К веню. Тогда слева у меня 0 получается. Ну, или на Е веню. На К веню, вернее. К веню кому-то нравится. А здесь вот это получается, да? Ну, если слева 0, то есть справа 0, да? Понятно? То есть отсюда А получается минус В. Тогда я, значит, должен вот так записать, да? А теперь я еще могу умножить на Ж веню. Да? Если я умножил на Ж веню, слева сколько будет? Как это 1? Как это 1? Как это 4? Вы только что меня учили, что 3 всего. Сами делите 4. Ну, если я специально написал, я вам буду вот так вот написать, да? В системе покоя, да? То есть им всего будет 3, да? Вот. Ну, естественно, он будет предполагать, что они раздорованы, да? То есть получается... Сколько здесь получается? Получается здесь можно поставить минус, да? Потому что здесь минус 3, да? Вот. Так, да? Ну, вот. Получили вот эту величину. Ну, а теперь... Есть вопросы по этой части? Как перейдем к другой языке части? Я использую это... То, что я сейчас пытался вам рассказать. Если у вас нет никаких вопросов, да? Переводим к другой части. А другая часть будет заключаться в следующем. Как вы можете это предлагать, да? Ну, например, рассмотрим распад. РО и плюс и минус, да? Заведомо часть этой аудитории, да? Входит на детекторы СНД и КМД, да? Нажер 2000. И там рождается РОМИЗО, да? И он распадается на 3,5 минус. Знаете? Расходите. Вот. Вот. Когда он распадается, ну, давали лишнюю вероятность этого расхода. Значит, ну, для того, чтобы вычислить... Ну, а РОМИЗО, какая частица? Спинда и чему равен? А? Ну, вы громче говорите. Енице, да? Чего вы боитесь? Ничего страшного не произойдет. Не успеют. Правильно, енице, да? Вот. Ну, на всякий случай, давайте с вами прочитаем. Цейплачетность, чем право. Ну, как же так? Большая часть, я говорю, я уверен, большая часть, там еду и выходит на СНД и КМД. Где... Основные расклады в этой области это рождение РОМИЗОНа, да? И вы не знаете, как у квантового числа? Какая Ю? ЦЕЧОК, то есть. Он рождается как? А где плюс и минус, да? Гамма кванта, гамма кванта связан с РОМИЗОНа, да? И РОМИЗОНа, дальше РОМИЗОНа, да? То есть. У него квантового числа чего? Гамма кванта, да? ЦЕЧОК, то есть. Вот. То есть, минус, минус. Да? А у КМИЗОН, ну, мы с вами обсуждали, да? Это такие... Ну, здесь, давай, СН, а здесь всё, да? ЦЕЧОК, то есть. Положительная, правильно? Помните, мы говорили, он распадается на 2 гамма кванта? Только ПИ0, да? А для заряженных, мы тоже обсуждали, я учусь ПИДЕ, там, на 2 некроны. Помните это? Вот. Ну, зарядовая четкость, это для ПИ0, естественно. Как и плюс, и минус, а здесь зарядовой четкости нет, да? Вот. Поэтому здесь, если мы говорим про ПИ0, то плюс, минус, да? А для заряженных здесь ничего нет, да? А здесь минус, да? Ну, П-четкость. Вот. Ну, для нас важно, что? У нас имеется распад векторной частицы на две псевдоскалярные частицы, да? Ну, для того, чтобы нам вычислить сейчас вероятность этого распада, да? Нам нужно переслать лакронжам взаимодействие, да? Так, да? Ну, мы, естественно, ведем некоторую константу уже, которую самая простая, я ее напишу сразу, да? Вот, в которой мы сейчас не знаем. Вот. Ну, а какая структура этого... ...в ограждану взаимодействие может быть? То есть, что-то сюда должно входить. Сюда должно входить поле фемью, правильно? Которая описывает РОК. Да? Вот. Вот. Давайте я подниму другое поле. Напишу вектор, так сказать, это вектор. Давай сегодня, потому что я хочу скид для этих использовать, да? Есть ПИСа звездой и ФИ, да? Потому что... А то будет перебой с буквами ФИ. Вот. Значит, есть псевдоскалярные поля, да? Которые мы будем описывать вот. Имеется ФИ и ФИСа звездой, правильно? Это поле заряженное. Значит, это зубрекомплексное поле. Да? Это мы с вами знаем. Есть поле ВГ, да? Значит, мы это... Рассматриваем распад на плюс и минус. То есть, это распад РОНОЛЬ, да? Это, значит, частица РОНОЛЬ, это... Нейтральных частиц, значит, поле ВГ, какое должно быть? Действительно, правильно, да? Значит, это действительно поле ВГ, ну, одна частица, да? Если была комплексная, то это должен выглядеть зря эту частиц. Правильно? Ну, нет, да. Значит, ну вот, имеется... Имеется действительно поле ВГ и комплексное поле ФИ. Да? Значит, у нас расклад РОНОЛЬ на плюс и минус. Значит, из этих вот трех полей, да? Мы должны сконструировать, попытаться сконструировать потолок РЖАНО. Да? Которое может описать живо-действие. Какие у вас будут предложения? Можно сказать, ВОНЮ, ФИ, Крест, ФИ и ГАМА. На ГАМА. А в чем здесь ГАМА? На МАШе, на МАШе, на МАШе, на МАШе. Нет. Это да, у нас ГАМА в МАТРИЦЕ, да? И при чем здесь ГАМА? Ну, ну… ВОНЮ. ВОНЮ. АМЕНЬЯ МИУ. ВОНЮ. ВОНЮ. Ну, если вспомнили про матрицы, гамма-мю, которые обслуживают спиннорных частиц, то они здесь ни к чему. Здесь никаких спиннорных индексов нет. Здесь есть только, ну, у гамма-мю есть векторный индекс, да, и спиннорный индекс, да. Это гамма-матрица, мы это обсуждали. А здесь никаких спиннорных индексов нет, их сворачивают ни с чем. Ну, то есть, мы должны получить что? К чему мы должны стремиться? Чтобы этого приглашать должен быть что? Желетивистский вариант для величина, правильно, да? Скалярка, так, да? Ну, вот, тогда давайте попробуем это и написать. Вот я предлагаю вам, как это, предложить мне варианты. Ну, что у нас есть? Еще вот есть в гамма-мю, фи, да? Что еще может, в принципе, войти в его бренджан? Разрешено, как говорится. Метрика? А? Метрика может быть уже? Не, ну, метрика может, да. Производная может быть? Да, производная. Для мю, да, может войти? Ну, можно еще спросить пока? Неужели? А вот, ну, где вы более записали, крея на кордоне, там слева, там не плюсов, это должно быть слева. Здесь? Да, там не плюсов. Ну, давайте посмотрим, у меня не ошибся. Если я вот это правильно же написал или неправильно? А, нет, смотри, ну, само уровень я могу сказать. Если снизу. Ну, вот это? А, нет, нет, само конечное правильное. Вот это? Нет, ну, я все раз говорю, вот это вот. Вот отсюда я правильно получил вот это или неправильно? Ну, вот. Ну, давайте вернемся назад. Вот, правильное 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 такое, да? Значит, дифференцируем по фи со звездой. Это будет М, выбрать не ф ню, согласно? Да. Дальше дифференцируем где? Вот, D по D ню фи ню, да? Да? Это дифференцирование идет вот этой величины, правильно? Дальше дифференцируем, это вот, по знаку минус, да? Еще знак плюс, да? То есть получается знак плюс. Да? Дальше дифференцируем. Так или нет? Дальше дифференцируем. После этого, после этого, дальше дифференцируем вот известно. Вот оно, да? Берем, подставляем, получаем. Или я ошибся. Ну, если я ошибся, подскажите. Ну, давайте, посмотрите. И вопрос знаков, правильно я понял? Ну, давайте проверим знак. Еще раз. В каком месте я ошибся? Нет, в смысле, впечатление, вроде, впечатление, не знаю, правильно или нет. У меня обстоятельство в том, чтобы удовлетворить дисперсозовому уровню. Да, конечно, да, конечно, да. Ну, значит, не ошибся в знаке, да? Давайте туда смотреть. Не знаю. Да, я помню. Так, конечно. Ну, у меня есть деньги, не знаю, не знаю, но это надо. С чего это забыла, я не знаю, если разница? Значит, я понимаю, что это будет заголовный, Olympia? Дальше, пожалуйста, у меня очень серьезно. У меня как бы, зато это, эээээээп И вот здесь, конечно, это довольно удобно, еще. Вопрос в том, что у нас есть энергия в квадрате, а если ее принести в право, то будет минус энергия в квадрате. Ну, минус 2, произвольная по времени 6, энергия в квадрате. Где я? Все, в знаке давайте. Я говорю, давайте ошибку найдем, вы говорите, я знаю, что там неправильно, если знак неправильный, хотите искать ошибку. Я говорю, что ошибку, что вы мне нашли. Я знак неправильно написал. Вот имеется под жиджам. Вот имеется уравнение многогранжев. Так, да? Это уравнение многогранжев правильное? Правильно. Хорошо. Значит, дифференцируем по... Вот это будет правильно? Правильно, да? Или неправильно? Правильно. Правильно. Молодец, хотя бы ты мне под руками. Значит, теперь смотрим вот это. Да? Теперь дифференцируем dν по φν со звездой, да? φν со звездой ходит только в это уравнение, правильно? Значит, dν по φν. Это будет fν, да? Оно включает в себя два члена, да? Мы тоже дифференцируем как вот этот член, так вот этот, да? Согласны? Ну, когда мы дифференцируем вот это, вот этот член, это даст минус единицу, правильно? Или неправильно? Тогда получается dν, fν, да? Или я неправильно? Так как там не получился неправильно след, то тогда где здесь ошибка? Ну, я уже давно увидел, как говорится, а вы еще не видите, заводят. Коль я обрушился, ищите у меня ошибку. Почему я вижу, а вы не вижу? Я свои ошибки вижу, а вы не видите. Все же в самом конце, потому что вы знаете ответ, да? Ну вот, вот здесь написано. Я вот здесь знак минус назову. Когда вот отсюда переписал сюда. Ну, тогда здесь, значит, плюс, да? Тогда. Ну, вот здесь я переписывал и забыл знак минус. Когда вот отсюда переписал сюда. Ну, тогда здесь, значит, плюс, да? Так, да? Ну, молодец. Хотя бы одиннадцать евро за моими знаками, так сказать. Вот. Отсюда переделим. Поспешим, да. Ну, ладно. Значит, итак. Это хорошо, что мы что-то исправили. Мы срочимура отмножаем. Как-то побыстрее. Да. Комбинации там мало. Чего здесь? Может быть. Пи, демюн, фи с крестом и плюс, так же. То есть, ну, мю, демюн, фи, р-вестной, до фи и плюс, что? А, то есть, в смысле ски минус, демюн, фи, да? Это мы говорили. Тогда. Так. Ну, это... Этот одержан дает квад равную долю, да? Да. Хотя, в принципе, написать его можно, да? Да. Потому что это можно записать в демюн, в числе звездой, в числе звездой. Правильно? А тогда отличие этого одержана на полную, так сказать... А еще, ну, что добавить в демюн, в эквенцию, которая равна нулю? Да? Тогда это будет полная производная. От некоторой величины. Понятно, да? То есть, плата в армянную долю. Поэтому мы не будем его выдастся в демюн, потому что все равно будет 0. Непонятно, что я сказал. Ну, вот, вы предложили такого демюнга. Предложили? Я сказал, что вот это вот могу записать так, да? Еще могу добавить демюн, фи например на фи звездой гу. А вот так добавить, это 0. Потому что, демюн, на в му, вот, равно мы выб Philippe, видите? Но тогда это можно записать как g, где мю на в мю и со звездой вверху. Этот вклад дать не может. А какой вклад дает? Минус поставить. А если минус поставить, тогда все хорошо. То есть в этом смысле, если у вас еще есть дм, то у нас есть две комбинации. Дм и фисон вверху и фисон вверху, правильно? Из них мы можем эти две комбинации скомбинировать не только как симметрично и антисимметрично, правильно? Симметричное вкладание дает, остается антисимметрично. И тогда, получается, что не забывайте. Получаем, что волокружав взаимодействие будет. Ну вот, теперь, если мы огражаем взаимодействие, знаем, что такое, ну вот, в Элью эту химизику, мы тоже знаем, да, как обращаться с поляне Физо-звездой Тима, ну, уже умеешь, да, после этого можно попытаться считать вероятность распада розов, согласны? Ну, давайте, наверное, кто-то пойдет к доске, да, пусть он раньше раз уже сосчитал, так, давайте здесь, кто не был около доски, еще ни разу, пусть пойдет к доске, да, а то, я так понимаю, гениалитры, ну, по два раза начали, кто не был около доски? Он там елушка, так сказать, совсем как-то злого взбит, запустил, а это она была не разная Никто не сознает, у тебя не было доски, да? Так, ну, вот, наверное, придется стереть доска, писать в боку, а? А? Что за стереть? Геология socioeожиданная «Руб's» 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 «Руб» «Руб's» 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 Ну вот, я наставлю, то есть, вот эту источность полетает. Итак, у нас есть поле в обе, да? Давайте тогда расслабимся впервые, тогда давайте еще раз напишем. Давайте самим вот тут на самом начале написали, да? В2 равняется, 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 да? Сумма, да? Так вот, в принципе, у нас могут быть эти самые вектора и комплексные, да? Мы можем выбрать, не только действительно я написал, но давайте напишем так. Это будет Е, то есть, ну, да? Соответственно, там, от лямбда, да? На А от К, да? На Е в степени минус ИК, плюс Е, ну, со звездой, да? Со звездой до Е в степени ИК и ИС. Понятно, да? Я там вначале написал, как бы, общий множительный, да? И тогда надо было предполагать, что он действительный, да? Иначе поле было бы действительным. Если, в принципе, можно угадать вектора Е в любом виде и комплексном тоже, да? Поэтому мы тут запишем вот в таком виде. Правильно. Поле правильно? Правильно. А, еще один. А, еще один вот так, да. Видите. А, как место. Так, да? Вот. Теперь давайте поле ФИ еще запишем, на всякий случай, чтобы было понятно. И это истинно. Ну, пишите, слышите. А мы дальше посмотрим, да? Так. Ну, ребята, надо быть не А, а все какие-то другие углы, да? Ну и МСК. Вот. Чтобы потом отличать. В, да, какой-то, от К, да? Е в степени минус и КИ, да? Вот так, да? Ну... Нет. Давайте подойдет нам, да, уже. Поле комплексное, да? Мы обсуждали, да? Тогда должно быть другое. С это какое-то другое, да? Ну, поле комплексное. Крест, крест. А Е в степени ИКИ, да? Это что-то в логике предписано. А, вот. То есть вот так, да? Ладно. Давай, аккуратно. А то я уже сегодня ошибся. Значит, со знаком. Значит, давайте дальше пишем. Значит, теперь, что у нас еще есть. Значит, нам нужно написать начальное и конечное состояние, да? Что у нас в начальном состоянии? В начальном состоянии у нас одинаковые зоны. Понятно? Значит, тогда пишем, что И в начальном состоянии там, вот это И. Помните, как-то я введу И, да, это там, прям, да, начальное количество стояло. И равняется чему? Как вы говорите? Ну, то есть у нас один роббизон, да, в начале. То есть на вакуум мы должны подействовать каким-то разным. Неизвестно, да? Ну, как? Ну, вот мы должны операторы А и окрест, операторы рождения и уничтожения роббизона же. Правильно? То есть нужно подействовать с оператором А окрест, да, на ноль, да? Так, окрест на ноль. Да, то есть это будет что? Это будет роббизон с импульсом К. В конечном состоянии у нас два пенезона. Да? Причем один К плюс, а другой К минус. Да? Мы с вами обсуждали, что вот эти операторы, они будут, соответственно, операторы рождения и уничтожения для разного знака. Помните? Да. Значит, тогда как конечное состояние мы записываем? Б это, там, П-1 пусть какой-то, ну, давайте какие-то другие буквы. Нет, другую букву нельзя, это буквы, как она должна есть. П-1, у нас... П-2. 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 П-3. П-2. П-2. b или c соответствует операторам рождения и уничтожения частиц разного знака. Это было, да? Тогда, соответственно, мы должны родить и визон положительный, и визон отрицательный. То есть положительный и отрицательный – это b или c, это как договорились и так далее. Один с импульсом по 1, другой с импульсом по 2. Согласен с этим? Замечательно. Ну вот. Тогда дальше что? Дальше у нас есть вероятность амплитута перехода, да? a, f, i, да, как мы обозначали ее, да? Изначально название состоящее. f, i, да. Оно чему равно? Оно равно i, да, на интеграл. Правильно? Это было на прошлом семинаре. Интеграл, да? Интеграл этого конечного состояния. f, да? Нет, нет, нет. Ну, пока пишите ее как. f, да? Не, ну, а ну-ка. Ф, да. Ф, да. Ф, да. На лагограмм, да, на i, и вот и 4x. Было такое? Это мы обсуждали уже, да? Как за раз мы не могли бы это обсуждать, да? Вот. Ну вот, лагограмм, вон у нас написан лагограмм. Да? Теперь мы все с вами знаем, да? Для того, чтобы это вычислить. Ну давайте попробуем это вычислить. Значит, для этого, вот сейчас давайте более подробно расписываем. Это расписываем конечное состояние 0, да? Вот так 0 стоит. И b и c, да? А, 0. 0, да. А здесь стоит b. Нет, b стоит. b. Вот и теперь здесь есть 1. Так, согласны? Вот. Дальше. Дальше у нас... Ну вот... Давайте попытаемся... Как это раз... Еще раз полностью напишем? Ну давайте еще раз полностью напишем. Ж... Ж... Да. Ну и... Что такое вычислили? Да нет, ну все переписывать, надо сразу вычислять, да не надо. Значит... Ну, константа жира, по-моему, в этом видео вычислили, напишем, да? А здесь это... Что такое... Здесь будет стоять сумма, да? По всем полям, да? Вот, что такое вольвию? Вольвию вот вы только что написали, да? Давайте я так... Я так понимаю, вольве мы едва ли сочетаемся. Давайте еще вообще подробно пишем. Ниц на корень из 2 и y, да? А, извиняюсь, если я опять упустил... Вот здесь... Что у нас? Есть индекс, правильно? Да, вот... Вот здесь... Ну, я отписал здесь, когда писали, забыли, да? Кажа... То есть здесь есть индекс какой-то... Да? Да? Я на меня опять посмотрел... Так, да? Ну... Рождается... Вольвизу, будет поляризатор и лямит. Понятно, да? Ну... Это... Вот здесь долго писать просто. Опять-таки переписывание пропустить. Ну, я предлагаю здесь только штрих, Штрих, кто-либо сказать. То есть, у нас там будет лямба еще. Штрих, да? Вот... Умножается... Ну, вот умножается... Я предлагаю здесь уже писать, потому что здесь вот длина... Получается... Не-не-не... Вот здесь вот прямо вот этим пишите, чтобы нам потом легче было умираться. Ну, то есть, здесь какие-то... Да... Сумма... И он потянется там на коре... Ну, понятно, да? Ну, вот... Там... Дэ-мю... Акадфиса-дэ-мю... А... Ну, что сразу? Ну, да, конечно, сразу. Нет... Причем корень-то не надо убирать. Корень... В первую, да? Здесь получается что? Сразу вот... Ну, там... Минус, да? И... К... Мю... Вот... Дэ-мю... Минус и... К... Правильно? Да? Ну, штрих там какой-то, да? Минус... Минус... Тогда... На, соответственно... Бх... Крест, да? Минус... Ну, экспоненты мы сейчас написали... А... Здесь... Да? Ну, давайте там какая-то... К... 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 Ну, вот... Это вы уже писали... Дэ-мю... Фи со звездой, правильно? Умножается на Фи, да? Это единица на корень опять, да? Будет? А вы уже написали, правда? Да? Ну, пишите... А... Фи-минус будет разно? Конечно! Ну... Кроме того, здесь стоят разные суммы. Здесь сумма по этому, а здесь сумма по этому. Эй-минус будет два штрих Эй-минус 2 штрих Эй-минус 2 штрих На В, да? Сумму-везде разно, здесь и здесь... Так, да? Ну, давай прощаем шкурку, да? Не-не-не, здесь рано еще шкурку. Минус уже поставить. Здесь минус, да? Это сюда, давайте. Чтобы все на одной доске было. Давайте высказывать сейчас этот двунок, я так понимаю. Не-не там все, там не странно. Сейчас, говорите, мы запишем, а потом вернем. Андрохнете. Экстрон 2-3, да? Такое-то, да? Теперь просто чисто звездой, да? Это будет что? В, А, А. Ну, это тут опять же было. К-1, штрих, гага. К-1, штрих, гага. К-1, штрих, гага. Ну, в среде там штуки. А здесь К-2 штрих, да? К-2-3. А здесь зиниц мы отворили. Так, мы тут приближаемся. Значит, надо сейчас еще исправлять, конечно, давайте. Сейчас ошибки будем исправлять. Так, все, да. Переставим здесь. Сколько, да? Давай, когда пишем еще начальное состояние. А, крест, лямбра. Это ноль, да? А, крест. Лямбра. Откада. Вот здесь кто-то правильный. А теперь давайте кладку правильно чистим. Значит, здесь стоит дмю над фи со звездой, да? И со звездой это будет плюс, да? Плюс, здесь В крест, а здесь минус, а там С. Так, да? Значит, здесь все вроде правильно написано. Значит, теперь смотрим. Теперь смотрим здесь. Здесь опять что написать? Б-крест. Вот здесь знак плюс, да? Вы не смотрите. Я скираю уже, а вы не смотрите. А здесь минус, да? Теперь здесь крест, здесь плюс, здесь опять не А, а С, да? Теперь не крест и минус. Так, да? Исправили я что-то? А что вы сидели, пока написал? Никто не возражал. Так, теперь смотрим, что здесь, да? Здесь фи, да, минус и плюс, да? Посмотрите, нет пинтик ошибок теперь. Вот есть. Да, корни, говорят, не хватает еще. Так, ну, теперь давайте это просто вычислим, да? Вы больше писали, чем вычислять. Смотрите, ну, мы знаем, да? Так, у нас здесь тренинг оператора крест, да? То из этой суммы у нас будет давать вклад только вот этот. Я вот, как это, заикаю, чтобы мы считали в гуме, да? Но, как-то, не получается это. Глядя на ваших лицах, они потом что-то не становятся, не хочется считать в гуме. Вот. Они действительно отсутствующие. Значит, только вот этот член дает вклад, правильно, да? Вот. То есть, этот член опять вклад давать не будет. Согласны? Ну, у нас количество операторов А, да, должно совпадать как А и окрест. Согласны? Вот у нас здесь стоит А-крест. Если мы будем окрест и окрест, то это будет 0, да? Значит, а из этой суммы опять будет выбираться член только какой? Когда К' совпадает с К. Правильно, да? То есть, из этой суммы дает только вклад один член. А этот вообще нет. То есть, вообще из этой суммы дает один член, когда К' совпадает с К. Понятно, да? Глядя на ваших лицах, чтобы понятно было это самое. Чего вы понятного выпускаете? Что я думаю, все нормально. Ну, ладно. Ну, если все нормально, дальше говорите сами. Какие-то члены у него сразу вычеркнули. Ну, опять, смотрите, другие, я вам говорю. Здесь цель В и С. Правильно, да? Значит, вот эти члены, которые в С, и вот эти члены с В, мы можем вычеркивать, правильно? Они не дадут вклада. Согласны? Ну, как? Объясните, почему, пожалуйста. Ну, вот это... Давайте доточнем сначала, чтобы выглядели понятно. Вот стоит член А и окрест. И вот там стоит А. Больше операторов А здесь нету. Да? То есть у нас будут возникнуть члены где? 0, А, К, штрик, да? На А, К, крест, да? Вот это вот, это вот этот шлен. А вот этот шлен даст 0, А, К, крик, крест, на А, К, крест, 0. Правильно? Вот этот шлен всегда 0. Потому что, ну как, мы рождаем с К, и с К штрик, и надо 0, да? Так, да? Значит, этот шлен будет отличен от 0, только тогда, когда К штрик совпадает с К. Ну, потому что, если К штрик не равно-ка, ну как, берем, приставляем, действую бока сюда, получаем 0. Правильно? Ну, либо... Ну, понятно, да? Понятно. Ну, то же самое. Ну, то есть, суть заключается в чем, что у вас между двумя нулями количество крестов и без крестов должно быть одинаковое. Сколько вы, действуя на 0, родили, столько же надо уничтожить, да, чтобы получить 0. Другими словами. Да? Если у вас вы родили больше, чем уничтожили, да, то, ну как, в вас насоидится, да? Согласны с этим? Ну, вот в этом смысле. Теперь смотрим сюда. Вот посмотрите, здесь у вас есть B и C, да? То есть, тогда вы, и здесь есть всякие B и C, да? То есть, у вас есть B и C без креста, да? Да? То есть, вы должны B и C же те направить. Ну, если вы возьмете, например, вот если у вас B и C, вы возьмете, например, B-крест и B, то это будет 0 все равно, правильно? Потому что оператор C вы куда делите? Понятно, да? То есть, должен быть баланс. То есть, у вас есть B и C, значит, нужно оставить только B-крест и C-крест. Да? То есть, вот это вклад не дает, да? Вот это не дает вклад. Ну, соответственно, вот это не дает вклад. Согласны? Дальше. Из этих сумм, опять, вот из этих двух сумм, да? Ну, здесь вот стоит одна сумма, а здесь другая сумма стоит, правильно? Из этих сумм только объект дает вклад один член, который B, P, где, например, здесь, когда G1, G3, будет совпадать с P1. Остальное будет 0. Правильно, я сумму? Ну, то есть, из этих сумм останется только всего лишь один член, да? Ну, может, в следующий раз, в третий раз, вы же это умеете считать, и мы не будем так подробно расписывать. Вот. Так, да? Ну и тогда, давайте, наверное, там справа затрем доску, чтобы писать. Вот, припредел, где-то там. Это, наверное, активность материала, вот, например. Так, да? Ну, давайте здесь посмотрим. То есть, остается, ну, вы только сверху пишите, а не снизу начинайте писать. И G остается, да? Так, дальше. Смотрите. Вот от этого мы, что говорим? Остается Еµ, да? Ну, остается единица на поле, ну, ладно, Гольф потом напишем. Еµ, да? От ляµ. Да? И остается Е в степени ИКИ, да? Здесь 3 стояло. Минус И, минус ИКИ. Нет, сколько не надо? Потому что, когда 4, должен совпасть вот с К. Правильно, да? Ну, проверяйте, чтобы знаки были правильные и так далее. В знаках мы здесь бегаем около доски, может легко ошибиться. А потом не будет заблённого состояния энергии импульса, будет нехорошо. Да? Значит, Еµ, минус ИКИ, да? Теперь дальше пишем 100. Здесь остается... Значит, скобку открываем, да? Вот это вот, что-то большая скобка, да? Квадратный. Да? Здесь остается что? И, а здесь В. В это П1. Значит, ИП, минус, да? Ну, вот. Квадратный. 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 ИП1 на Е степени ИП1, да? Правильно? Ну, только там индекс немного поставил, да? Вот я... Правильно, да? Проверяйте. А здесь остается что? А здесь экспонента какая? Это С крест, это вот П2, да? Е степени ИП2 есть. Правильно? Проверяйте. Да? Минус дальше. Минус. Да? Значит, отсюда остается, если не ИП, это В, это П1, да? А здесь... Здесь, что такое? С, это П2, да? А здесь, что такое? Или кто ставит, да? Вот. Так, да? Проверяйте. Ну, теперь. С, это... Плюс глупо? Плюс. А теперь будет с собой за знаком накутывать. Да, правда, там уже агнемся чуть-чуть. Нет? Все нормально? Нормально. Так, да? Давайте еще корни кипятки, которые мы написали. Единица на корень из 2 ε в, потом единица на корень из 2 ε в, и в на корень из 2 ε в. И 2 ε в это одно, 2 ε в 1 в, и корень из 2 ε в. У нас 3 множика. Вот смотрите, вот. 2 ε в 1, 2 ε в 1, 2 ε в 2. Согласны? Секунду. Да, вот тут хоть где-то. Так, конечно, я должен быть на предыдущем входить на вероятность. Не, ну, как вы, за скобку вы, ну, как, вот у вас есть 1 множитель, правильно, да? Вот здесь один и второй, да? И теперь такие же, а вот еще 2. Ну, как, мы выехали, правильно, за скобку. Согласны? Согласны. Ну, ладно, это уже как это было. Значит, а, мы еще интеграл по d4 ε оставим. Пожалуйста, посмотрите, ничего, мы не забыли, пока здесь расписывали длинное выражение. Знам где-нибудь не тут или еще что-то не тут. Поправьте на нас. Ну, давай давай. Есть, и на них добавится, и на них добавится. Ну, вот, давайте смотрим. Здесь, где, вот один, и вот второй. Так, и здесь вот один, вот второй. С плюсом. Согласны? Ну, вот, да, мы уже согласны. Так, тогда берем интеграл. Будет i, g, да? А, значит, интеграл по x от x за ниточку. Зависит только экспонентом. От них мы легко можем взять интеграл. Можем, да. Может, сколько. Что, так тяжело дышите? Реально интеграл, наверное. Я не понял, что ваша проблема. Огласите. Проблема. Друзья, мне это интеграл. Ну, вы что-то скажите. Или напишите. Или скажите. Ну, что-то платит, а не другое. Ну, интеграл как-то теперь есть, да? От x зависит вот это, вот это и вот это. И больше ничего. А интеграл в экспонентном умеете вы? Обычно да. А? Обычно да. Обычно да. В первый раз такое я слышал. Обычно да. Что-то уже не слышал. Обычно да. Тогда обычная игрушка. И возьмем, давайте. Ну, напишите это. Что-то, что вы думаете. А мы вас поправим. Или похватим. Но не сможете. Нужно решать просто. Писать. Ну, что такое? Ну, чему равняется интеграл. Ну, что это? Понятно? Да. Нет. Ну, а что тогда постоит? Если не так. Ну, вот сколько нам. 2π4, да? Могу написать. Что же там в 4 группе? Да. Дельта функция чего? Минус. Паинция. 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 Шлюзь по 2, да? Минус. Да. Так. Ну, везде экспоненты одинаковые. Везде и там будут одинаковые. Правильно? Это будет перемножитель. На одного площади будут одинаковые. Потом давайте сразу вот эти корни перейтичим. Да? Да? И что осталось? Еще один. Ну, вот это и осталось. Е-минум осталось. А прямо тогда, да? И осталось вот эти в основном предыставки. Ну, скоб, открываем. И... Паинция... Да? Один, да? Минус. И паинция 2. Фу. Вычискеры. Так, да? Ну, смотрите. Опять что получили? Опять получили, вспомните, в предыдущий семинар, мы получили как-то функцию, 2пи в четвертый объявил функцию, корни, вот эти, если раньше стояло просто g, помните это, и g стояло, то здесь появилась вот эта ручина, вот, е-бин можно взять, то есть тогда мы можем рисовать диаграмму Феймана, да, и право, диаграмма Феймана, да, для, для такой вот вершины, да, какая будет диаграмма Феймана, то есть, в обезум, да, распадается, да, на 101, на 102, тогда, как уже после, на каждую внешнюю линию нужно написать корень зла и ε в, на каждую внешнюю линию, да, потом стоит 2пи в четвертый, на демкофункции, это общая, на всю диаграмму, правильно? Вот, а здесь стоит, вот, и g на, ну, да, и там не будут, можно, нет, то есть, да, вот, с каждой этой самой, идем вот так вот, да, и с g, понятно, да? Потому что здесь, в этом смысле стоит P, когда я так напишу P1, да, а здесь, ну, здесь P2, а здесь минус P1, да? Ну, я вам так, если я нарисую стрелки, да, да, и первые стрелки, то здесь можно поставить P2, а здесь минус P1, понятно? Ну, это тогда решение стоит сумма, вот, здесь стоит Eµ, а здесь стоит P1, ну, то, что на этой линии минус P1µ, плюс P2, ну, вот, зарисовали диаграмму. А правила, вот так вот, вот это записано, именно вот так. То есть, получили правила диаграммной техники для этого самого. А куда вот пошли? Мы только начали. Так, теперь нужно вычислить квадрат маточного элемента, да, то есть, это мы вычислили ампультуру перехода, да? Вот, значит, дальше нужно вычислить квадраты, да, помните? Так, углубая, как-то вот, слева, да, постирать, все. Ну, тут уже под катушкой оставить, то есть, две трети доски можно спокойно стереть. Я, ну, как это, давайте, если вы нуждаетесь в перерыве, то его обеем, а если вы будете создать без перерыва, я раньше кончил там, не знаю. Какие у вас будут? Глеба уже до конца, семинар осталось, мало. Что подглавлять-то, я говорю? Ничего? Давайте уже без перерыва. Без перерыва, да? Давайте, без перерыва. Стегать, да. 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 Без перерыва, если мы ничего больше не можем. Сколько у нас, 20 минут есть, да? Попробую считать. Как нам знать, что я имею в виду из диаграммы? Из диаграммы? Ну, то есть я на каждую линию пишу импульс. Но я пишу линию не крыжевую. П1 и сюда. Правильно? Стрелка, видите, направлена в П1, да? Ну, я живу патистизм. Нет, но здесь стоит П2, а здесь стоит стрелка. Здесь стоит П2, а здесь стоит минус ПП. Стрелка здесь у дома, а здесь стоит минус ПП. На этой линии, правильно? Понимаете, да? Ну, да. Ну, идем в ротик. Здесь у нас очень важно. Но здесь стоит ПП2, а здесь стоит минус ПП1. Потому что я рисую непрорывную линию? Можно сказать. Тогда так. Тогда мне не надо, так сказать, разбираться, что один спорен со знаком или минус, то есть, ну, как он неплохо чуть-чуть, понимаете, да? Ну, так сказать, вы шапки не надеяли? Можем постоять. Да. Да. Возводим квадрат, да? Да. Ну, как помните, вероятность? Ну, вероятность сравняется, в любом случае, в любом случае, в любом случае. входит в порядке с 3 года в квадрате на подлинное количество состояния. Помните, да? Да. То есть, нам нужно ставить амплитуду ФРА. Да? Амплитуду, что вы написали нам? Ну, тогда давайте... Напишем по моде, чтобы уже... И ты разумеешь, что такое P, а там Dv, и Dp, и Dc, да? А что такое, в основном, если писать? Пакет, Dp. Находность, конечное состояние. Значит, вот давайте, чтобы не переписывать много раз, амплитуду в квадрате давайте сначала сочетаем. Вот амплитуда по модуру в квадрате равна. На самом деле, если мы ее вычисляли, то ничего нового не будет. Амплитуда по модуру в квадрате, она будет. Пощепой минус. А также модуль. Амплитуда по модуру в квадрате. Амплитуду. Недорога. Амплитуду. Недорога. Амплитуду. Как это в квадрате? Ну, в смысле? Ну, как это в квадрате? Как это в квадрате? Ну, это квадрат у вас или что это такое? Двойка означает квадрат. Или что это означает? Или ничего не означает? Ну, вот что означает в квадрате? Что это означает? Нет, в квадрате суммы нету. Это четверка, но из лямбда штрихта стоит сумма полябда. Выбралось одно лямбда. С какой у нас леется этот самый промежуток? Значит, что нужно написать? Давайте диктовать и выписать. Е ню лямбда умножить на П1 минус П2 мю П1 минус П2 И индекс ко всему мю поставим Ну, или там поставьте У умножить на е ню со звездой от лямбда на П1 ню минус П2 ню Так ли? Ню Понятно, что написано? Вот смотрите, у вас там написан матричный элемент Его квадратор Здесь по мю имеется в виду суммирование Здесь, значит, другой индекс может стоять Так? Не только функцию еще там в квадрате забыли Ну, мы только функцию в квадрате уже обсуждали Не будем еще раз обсуждать, да? То есть, мы напишем 2х4 на только функцию, да? И добавим, что ВТ, да? Добавим Тогда Сколько добавим И на В, и на Т Вот Т Большой же, так сказать Так получается Так написано, да? Еще раз Нет Если кому-то со вчерашнего Недели назад Что-то осталось непонятно Может еще раз спросим Еще раз обсуждать Все понятно, да? Понятно? Замечательно Значит, вот получили такую величину, да? И теперь, значит, что? Нам нужно вот это вот числить Если вы вспомните наш предыдущий семинар То все отличие заключается Вот в этом множителе Правильно? Все остальное, то все то же самое Поэтому, если вы не возражаете Мы его повторять это все не будем, да? Или будем? Не будем, да? Ну, то есть Вот если вы посмотрите на выражение Которое было Когда мы читали распад Сколярно-чискиственные Сколярные Отличие только в этом Согласны? Ну, все остальное Курица А Все-все повторяется Поэтому я предлагаю сейчас Ограничиться Вычислением вот этого множителя Чтобы мы не повторяли Все заново, что было на прошлом семинаре Но если у вас есть вопросы Мы можем повторять Нет вопросов? Или есть вопросы? Или есть вопросы? У кого есть вопросы, тогда хорошо? Можно встать Я так надеялся, да? Ну, ладно Ну, хорошо Давайте вот это сначала выясним Потом повторим Нет, ну, раз Вы пока и пишите Значит, чему равняется эта величина? Как вы думаете? Из-за того, чтобы ее вычислить Да? Нужно что это сделать? Нужно, конечно, знать Чему равняется е-мю е-мю Согласны? Ну, чтобы вычислять его Так, да? Можем ее переписать в таком виде Давайте я сейчас чуть-чуть сам перепишу А потом вы как-то обратно А здесь что-то есть сумма Сумма Умножается это все на Матрица плотности Эта величина называется Матрица плотности Помните это, да? Вот Но теперь мы что хотим, например, еще раз говорю, если вы хотите сочетать, например, ромбезон поляризован по оси Х, то вы должны взять тогда такой-то вектор Е-бюнг, как он его вот здесь я пытался описать, его конкретную поляризацию, подставлять сюда и вычислять. Так, да. Но я предлагаю все считать для неполяризованных ромб. Понятно, да? Что такое неполяризованный ромб? Это означает, что равновероятны все поляризации. Правильно, да? То есть мы должны что? Рассуммировать по всем поляризациям, да? И усредить. И поставить внутри, да? Для суммы поляризации. Это понятно? Или никак? То есть у нас имеется равновероятность всей поляризации, да? То есть мы суммируем во всем и делаем. Так, да. Значит, но вот эту величину, сумма поляризации, помните, я уже писал, чему она равна, да? Я говорю, будем вычислять, она нам понадобится. Теорию? Да, в начале семинара. Да, в начале семинара. Вот эта величина чему равна? Пишите. Минус, ж, ню, ню, да? Как вы там стали описать? Минус, ж, ню. Минус, ж, ню, ню. Ж, ню, ню. Ню еще. Минус, ж, ню. Нет, ну, какие те же. Только не средние, да? Либо нижние, либо верхние, да? Посередине не бывает. Вот. И что? Плюс? К, мю, к, м, на f квадрате. Поделить, на f квадрате. Поделить, поделить, на f квадрате. Так, да? А? А? Так, я... Нет, ну, она здесь ниже написала. Я не знаю, где она написала. Ну, если здесь вверху написано, значит, у вас все будут вверху написаны. Ну, это понятно, да? Так, тогда-то все умножается, да? Т. П1, минус, P2, ню. На П1, минус, P2, ню. На П1, минус, P2, ню. На П1, минус, P2… К, м, запас? Вот все отличие от предыдущей задачи прошлого семинара, да? Для распада не вектор, а для скоряема шестидесятную скоряемку. Это мы считаем для распада неполяризованных ромезонов. А между прочим, у вас на СРД, на КМД все ромезоны рождаются? Неполяризованные или какие? Как же вы там их смотрите, если не знаете, как они рождались? Все степени поляризации присутствуют при рождении ве плюс и минус ромезона? Ладно, подумайте, так сказать. Ответ не все, да? А сколько? Ответ две, да? Ну да ладно. Может, вернемся еще к вопросу. Итак, теперь надо вычислить эту величину. Как ее вычислить? Ну, можно вычислить, конечно, недолго думая, давайте в системе покоя, да? Все равно мы будем сейчас считать в системе покоя ромезона, да? Если в системе покоя ромезона, да? То вот этот, здесь что? Нулевой компоненты нет, правильно? Как, впрочем, и здесь, да? Ну, если в системе покоя ромезона, Ну, тогда Ж0 0 0 3, да? Это единица. А здесь стоит m на n поделить m в квадратик. Согласны? Да? Вот, то есть, ну, компоненты в одной нету. Вот. Ну, и здесь на любой компоненты тоже нету. Да? Потому что если ε1 минус ε2, а это равное, да? Потому что ε1 равняется ε2, как и здесь. То есть остается только векторная часть. Ну, в системе покоя совсем просто все считается. То есть в системе покоя это будет сколько? А в системе покоя векторной части отсюда сколько будет? Ноль. Ну, что такое? Ну, хоть бы кто-нибудь головой кинул. Вот, значит... А здесь будет дельта и Ж0, правильно? То есть вот от всего этого остается дельта и Ж0. То есть 1 3 дельта и Ж0, да? А здесь остается что? Ну, p1 минус p2, ну, обзовем какое-то p. Правильно? Ну, импульс, пусть будет какое-то равное. Не складывается просто. Пусть будет 2p. То есть в системе покоя p1 равняется минус p2, да? Равняется p, да? Так, да? То есть здесь будет 2p и здесь 2p. 2pит на 2pит, да? 2p, да? 2p, да? 2p, да? 2p, да? То есть это будет сколько? 4p, да? 4p, да? 4p, да? 5p, да? 6p, ну, скорее всего 6p, да? 5p, да? 5p, да? 6p, да? 5p, да? 6p, да? 6p, да? 6p, да? До этого, по крайней мере, момента все вам понятно, есть ли какие-то вопросы, это же так. Ну? А то у нас семинар поближается. Нет вопросов? Ну, а, я не знаю, девушка желает, как это, повторение банкета, еще раз вы извините, я не знаю, за 5 минут уже не знаю русского человека, но отличие этой причиненности от этого видения. Если вы на прошлом семинаре не были, не были, ну тогда давайте мы ради вас за 5 минут сейчас не будем пытаться повторить все, что сделали на прошлом семинаре. Желающие? Есть желающие сейчас? Нет желающих, ну тогда ладно. Ну тогда посмотрите еще раз, есть ли какие-то у вас вопросы? Сейчас я ничего не забыл, что такое сказать. Ну, то есть, возьмете свой ответ, который был у вас на прошлом семинаре, замножите его одно из увеличенного, да? Хорошо, спасибо. Ну, а возвращаясь к вопросу, который я вам задал, как же E плюс и минус граждается, то вот эта величина E плюс и минус равняется 5EG минус N и NG, где N направление ручков. То есть, они раздаются поливизациями либо так, либо так, а вот так не раздаются. Когда-то появляется зависимость, да? Вот если вы теперь дельта N и G домножите на P, да? То что будет? Будет синус, да? В квадрате E минус 7. Которую эту зависимость можно будет отжать. В принципе, если учесть еще пять минут перерыва, которые вы не использовали, а мы использовали для семинара, да? Так же. Значит, на этом мы, наверное, сейчас закончим, потому что следующую задачу я не хочу уже начинать, все равно за пару минут не успею сделать. Следующая задача давайте мы рассмотрим, например, распад Хиггса на E пенурные частицы. Ну, наверное, следующая семинара все подойдет еще раз. Какие есть вопросы? А? Ну, если вопросы, как это улучшить? А? Ну, потому что, потому что с организаций направлены, они так, спираль же сохраняются, да? То есть, они перерываются либо так, либо вот так спиной. То есть, практика со спиной на оси. Либо так, либо так. А вот так же она. То есть, одна поляризация отсутствует. Это не является в этом смысле. Состояние не поляризованное. Ну, а она поляризация отсутствует. Вода, в смысле, поляризована. Ну, понятно. Выстроено, называется, состояние. Все ладно. Состояние.